Продолжение следует... Продолжение следует... Они все соответствуют тем требованиям, которым предъявляется положение о выборах депутатов Государственной Думы. Кроме этого, в мандатную комиссию поступило представление от прокуратуры Московской области, в котором от 8 декабря этого года, в котором сообщается, что прокуратурой Московской области расследуется уголовное дело, возбужденное по заявлению бывшего кандидата депутата Государственного Думы Борового по фальсификации результатов голосования. Кроме этого, в мандатную комиссию поступило представление, вернее, в Государственную Думу, я прошу прощения, на имя Рыбкина поступило представление директора Департамента налоговой полиции Российской Федерации от 5 декабря текущего года за подписью Алмазова, директора Департамента, в которой он информирует, что прокуратурой города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу в отношении Мавроди до 31 декабря текущего года. И информирует о сути всего этого дела здесь. Я должен сказать, что юридические документы, которые представлены прокуратурой Московской области, и те, которые нам представлены Департаментом налоговой полиции Российской Федерации, они никакой силы при рассмотрении данного вопроса не имеют, юридической. Я вас информирую только для полноты, чтобы картины всей ситуации связаны с депутатом. Мандатная комиссия решения приняла, постановление у вас на руках. Ваше решение. Приняло решение, не приняло. Постановке вопроса. Доксителю-председателю мандатной комиссии один единственный вопрос, который я адресую к руководству Думы. Я утром ставил его, и как-то так мимо прошли. Чего вообще мы это обсуждаем? Покажите мне документ, на основании которого существует институт подтверждения депутатских полномочий. Но только точно статью. Какой? Закон о статусе, Конституция, регламент. Я перерыл регламент. Нету ничего такого. Кто это выдумал? И есть заключение, недавнее заключение правового управления, о котором вы не сказали ни слова, упорно не говорите ни слова. Ваше же управление, которое контролирует Иван Петрович Рыбкин, правовое управление аппарата Государственной Думы, где конкретно говорится, что в настоящее время в действующем законодательстве Российской Федерации не предусмотрено института подтверждения депутатских полномочий. Нет, вы выносите опять этот вопрос. Вам работа нужна, мандатный комитет? Скажите мне только точно, конкретно. Вот на словании чего рассматривается этот вопрос? Мне можно отвечать? Пожалуйста, пожалуйста. Поэтому вопрос может быть поставлен второй. Нет. Об отмене этой практики. Вообще, потому что завтра будет рассматриваться человек от прессы, потом будет еще что-то. Мы превратимся в арену баталий каких-то партийных. Еще поэтому вопрос. Прошу избирали. Статья 17 полномочий Центральной избирательной комиссии. Пункт по этой статье. Что избирательная комиссия Центральной избирательной комиссии составляет списки лиц, избранных депутатами, передает их и документацию необходимую для проверки полномочий депутатов мандатной комиссии Государственной Думы. Мы действуем в данном случае в строгом соответствии со статьей 17 положения о выборах, по которому нас с вами всех избирали. Мы материалы передаем на Государственную Думу. Окончательное решение принимается Государственной Думой. Уважаемые коллеги. Так? Голосуется. По сравнению Государственной Думы, подтверждение полномочий, депутаты Государственной Думы, Мавродицы, 88 человек за. Я прошу, коллеги, я прошу мандатной комиссии неполятки реализации положения Конституции Российской Федерации и федеративных договоров. Вы решили принять решение Думы, а вы не верите? Дайте порешать! Думы не верите, а вы решаете? Третий микрофон, прошу вас, присоединяйтесь внизу. Иван Петрович, здесь же вопрос чисто конституционный, юридический. Если Дума пошла по такому пути, тогда я поддерживаю Мара Марча Бегова. Такого органа нужно распускать. Избирает только народ. Единственное, кто может избрать депутатом, народ избирательный. И только Центральная избирательная комиссия составляет один единственный протокол. Признать выборы происшедшими и полномочия. Все, мы больше ничего не должны делать. На каком основании мы здесь ставим вопрос, признать или не признать? 30 октября избирателем Этищинского обруга его избрали депутатом. Тогда мы тоже... Почему сами себе утвердили полномочия? Давайте отдельно 450 голосований произведем и разойдемся. И тоже будем по 80 человек голосовать. 80 за это, 80 за это. Нам кто дал право голосовать, Иван Петрович? Как вы можете ставить такой вопрос вообще? Голосовали избиратели. Вы не имеете права даже ставить так вопрос. Где же Конституция, Страны? Значит, там уже эта Конституция. Значит, 12 октября за Конституцию голосуют. Не чертыхайтесь. А что же вы делаете? Вы, председатель Государственной Думы, ставите вопрос. Не надо. А, мандатная комиссия решила, давайте мы решим. Владимир Вольфович, не надо меня делать крайним здесь. Нет, вы крайним здесь. Мандатная комиссия создали, телегировали туда. Мандатная комиссия. Только что с вами проголосовали и наделили полномочиями вместо депутата Туманова. Мандатная комиссия выйдет с другим мнением. Четвертый микрофон, прошу. Так условно говоря, уважаемый Жириновский господин, поднял бы с таким пафосом вопрос, когда каждый из нас здесь сидящих утверждался. В самом начале. Мандатная комиссия докладывала, и мы все голосовали за участие каждого из нас. Прошел, простите, почти год. Поднимите архивы. Нас всех утверждали. Почему-то в этот момент Жириновский не протестовал. Так что все на законном основании. Тогда давайте поставим вопрос так, что с этого момента любой избранный депутат здесь вообще не фигурирует и не утверждается. А только, извините, курочка ряба должна снести золотое яичко. Давайте тогда скажем вопрос. Если демократия у нас, если мы все равны, то все мы должны пройти по одинаковой процедуре. Спасибо. Шестой микрофон, прошу. Шестой. Иван Петрович. Да, да, пожалуйста. Пашенко, Тульский избирательный округ. Я очень прошу депутата успокоиться. И вот немножко, например, или партия ЛДПР, например, И каждого человека, который сюда будет избран избирателями, блок выбор России не допустит в Думу или блок ЛДПР не допустит в Думу. Мы с вами собираемся делать совершенно не то слово антиконституционное, а моральные, противоестественные вещи. Мне кажется, что мандатная комиссия специально создает себе проблемы. Нам надо сегодня решить прекратить в дальнейшем всякие такие обсуждения. Пусть существует закон о выборах, депутат прошел, и депутат является членом, депутатом Государственной Думы по решению избирателей, а не Думы. Вы, опять же, я тоже со специфической фамилией, вы мне не даете говорить так. Когда мы избраны были в Государственную Думу, мы собрались не в этом зале, а там, где парламентский центр был, где сегодня мэрия, и мы избирали мандатную комиссию. Мы, депутаты Госдумы, избирали мандатную комиссию. И по нашему регламенту она уже начинала работу. Сегодня выходит, как сказать, Шинкарев, избегает сегодняшней встречи дважды Герой Советского Союза Севастьяна. И сегодня он не докладывает нам решение мандатной комиссии и опять подставляет Государственную Думу на неправомощные решения. Мы не принимаем сегодня бюджет раз, затем вдруг Амарова уже грозует за естественное монополие. И делаем третье нарушение, не утверждая маврони депутат. Это нарушение Конституции, нарушение всех депутатов, которые собираются. Амарова все им грозится. Мне, видите, естественное монополие. Хорошо, пойдем по порядку. Первый, второй, четвертый, пятый. И все, завершаем, коллеги. И, наверное, на следующем заседании мы, в принципе, можем этот вопрос... Давайте вспомним то время о той комиссии. Решение должно приниматься. Меня трудно, значит, упрекнуть в моей дружбе с Мавродием. Это совсем не так. И мне не нравится МММ с ее аферами. Если это будет подтверждено судом, зачем мы сейчас принимаем решение против воли избирателей? Избиратели проголосовали, и он должен быть депутатом. Давайте посмотрим на следующую коллизию. Его признает виновным суд. Суд обратится к нам о лишении его депутатских полномочий. А он получится у нас не депутат. Хотя на него распространяется санкция о неприкосновенности. Четвертый. Спасибо, Сергей Николаевич. Единственным кандидатом депутатов в федеральное собрание, то есть в любой из палат, который в своей предвыборной программе открыто сказал, что он идет в Государственную Думу, чтобы избежать уголовной ответственности за вещи, которые мы пока не знаем, совершал, не совершал, можем предповадать, но все-таки дождаться до конца этого следствия надо бы. И как социолог я хочу заверить, что если мы сейчас берем и огульно, до окончания следствия, и его утверждаем, то лучшего повода общественного мнения для нашего распуска найти нельзя. Спасибо. Я думаю, что по крайней мере, по смерти нашего товарища, мы должны были бы уважить и господина Мавроди. Я лично голосовал за. На мой взгляд, процедурно все было соблюдено от и до. Не председатель не виноват, не мандатная комиссия, но что мы можем с вами решить? И я ставлю этот вопрос на голосование. Мы должны с вами проголосовать вводом доверия нашей мандатной комиссии. Если его вотому не будет, то переизбрать ее. И чтобы они повторно вносили этот вопрос к нам. Спасибо. Тут доверие. Вы согласны с такой формой? Выразить доверие. Прошу вас, голосуйте. Поверки Дмитриевич. Идет голосование. Выразить доверие. 196 плюс 2. Выражается недоверие мандатной комиссии. Доверие не проголосовано. Если доверие не проголосовано, значит есть недоверие. Видите, как? Вот поэтому... Это безумно интересно. Так, Владимир Вольфович уже пошел дальше. Он уже по поводу представителей говорит. Вы настаиваете? Нет, 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 пока разом. Равно. Нет. Так. Ну, по поводу этого, начни пока. Да, согласен. Так. Коллеги, давайте пойдемте дальше. Второй микрофон пришел. По поводу, по бывшему, на лапе. Давайте проголосуем за недоверие. И проверим тогда, снижили мы ошибку или нет. А потом уже будем делать вывод. Хорошо. Ставлю на голосование. Выразить недоверие. Мандатной комиссии. Для того, чтобы информация для размышлений была полная. Для двух юристов. 79 плюс 1. 80 человек. Ну, теперь размышляйте, Михаил Дмитриевич, Светлана Дмитриевич. Обратите положение Конституции и федеративного договора в сфере совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.